В Русском театре прошла презентация нового женского центра «Марьям». Он является частью грандиозного проекта Духовного центра имени пророка Исы. Какую цель преследовали организаторы, создавая этот центр, узнала моя коллега Алина Багилова. Желающих стать частью этого грандиозного проекта было больше, чем ожидали организаторы. Общественные деятели, депутаты, чиновники, врачи и писатели. Увидеть и прочувствовать атмосферу пришли все, от мала до велика. Конечно же, такие духовные женские центры не нужны, потому что женщина хранится очагом. Но если вдруг у нее возникнут какие-либо проблемы, вот такие центры не нужны для того, чтобы этих проблем не было. Так что огромное спасибо. Мы чем сможем, всегда поможем, всегда рядом. Окунуться в духовную составляющую вечера помогли не только яркие декорации, колоритные костюмы горских женщин, но и тематические спектакли, которые раскрывали проблемы дагестанок. По словам организаторов, мероприятия с помощью театральных сценок они хотели поднять такие наболевшие вопросы, как измена, потеря кормильца, насилие в семье, показать ценность семьи, важность проявления терпимости и мудрости. Но самое главное – стать частью воспитания этой духовно-нравственной составляющей и взрастить лучшие качества в каждой воспитаннице будущего центра. У этого проекта очень благородная миссия и такой, знаете, очень долгосрочный наш вклад в наше общее будущее. И, наверное, самое главное, помимо того, что и женщинам, которые окажутся в очень непростых жизненных ситуациях, будет оказываться помощь. Помимо того, что будет очень правильное, знаете, нравственное, духовное воспитание и просвещение проводиться. Гости вечера смогли окунуться в яркую атмосферу праздника, увидеть лазерное шоу, послушать красивые нашиды в исполнении дагестанских и зарубежных артистов из Азербайджана. А в конце вечера всех гостей ждал фуршет и фотосессия на память. Помимо того, что он внесет большой вклад в развитие культуры среди наших очаровательных горянок, также уникальная возможность, чтобы все те дамы, которые будут съезжаться в нашу республику, а сейчас наша республика становится туристической зоной, я думаю, у них будет уникальное место, где они могут набраться знаний и просто набраться сил. По словам инициаторов этого значимого проекта с появлением Духовного женского центра Мария, каждой женщине будет протянута рука помощи.